И в сообществе геймеров и среди майнеров регулярно возникают споры о допустимых температурах на видеокарте. Давайте разбираться! На любой видеокарте совершенно точно можно отследить значение температуры чипа. Это основной элемент видеокарты и его температура интересует нас больше всего. В простой чип обычно прогревается до 30-40 градусов, а под нагрузкой уже до 50 и вплоть до сотни. Температура зависит от эффективности системы охлаждения и от тепловыделения чипа. При абсолютно равных системах охлаждения GTX 1060 будет холоднее, чем GTX 1080, просто потому что у второй чип выделяет больше тепла. Но с какими значениями можно мириться, а каких уже нужно бояться? Есть такой показатель, как критическая температура. Это максимальное значение и превышать его не стоит. Для всех современных видеокарт от NVIDIA допустима работа на 88 градусах включительно. Причем 88 это только для 2060 и 2080. А например GTX 1660 можно смело прогревать до 95. AMD обычно не указывает значение критической температуры для своих видеокарт, но исходя из косвенных признаков и заявлений сотрудников компании, можно сделать вывод, что и 100, и 110 это нормально. Все значения можно найти напрямую на сайте NVIDIA или просто в интернете, например на известном портале техpowerup.com. Теперь вы знаете максимально допустимую температуру для вашей видеокарты. И ваша задача не достигать этого значения. В идеале конечно иметь запас в 5-10 градусов, для того чтобы даже в самые жаркие дни или при первых признаках каких-то проблем с вентиляторами, видеокарта продолжала нормально работать и не перегревалась. Хорошо, если сама NVIDIA говорит, что GTX 1660 можно прогревать до 95 градусов без опасений, то откуда в интернете взялся целый культ 60 градусов? На самом деле чем ниже температура, тем дольше проработает видеокарта. Но только никто не говорит, что это разница в 1-2 года на фоне 13-16 лет. Ну а именно 60, так как многие видеокарты до этого значения вообще не включают вентиляторы. Ничего сверхъестественного. В одном из следующих видео мы с вами рассмотрим причины, по которым видеокарта вообще может умереть. Подписывайся на канал, чтобы его не пропустить. Спойлер убивает не температура, а ее перепады. Логика такова, что пусть карта греется до 60-70 градусов, а не до 90, так перепад будет меньше, следовательно, меньше вреда для видеокарты. Вполне логично. Но это справедливо только для игр или для периодического майнинга. Когда вы майните 24 на 7 вообще без перерывов, нет смысла гнаться за низкими температурами, так как видеокарта стабильно работает, пусть даже на 80, пусть даже на 90, но у нее нет перепадов. Так что до тех пор, пока температура на чипе хотя бы на 5 градусов ниже, чем критическая, ничего страшного. Видеокарта все равно в разы быстрее устареет, чем умрет. Помимо графического чипа, на видеокарте есть и другие элементы, которые также выделяют тепло, нуждаются в охлаждении, и о которых, к сожалению, многие очень часто забывают. Это подсистема питания и чипы памяти. Память сама по себе выделяет крайне мало тепла, и ей достаточно хотя бы минимального обдува, для того, чтобы работать без каких-либо проблем. Я нашел даташиты от компании Micron. Они утверждают, что их GDDR5 видеопамять способна работать на температурах до 100 градусов. При этом GDDR6 память чуть более капризная. Ей желательно 95 и пониже. Для памяти от других производителей значения должны быть примерно такими же. Датчики температуры на видеопамяти стоят крайне редко. В основном только на топовых видеокартах из самых дорогих линеек. Но ничего страшного. Достаточно минимального обдува. Поэтому просто не позволяйте вашим вентиляторам выключаться. Про настройку вентиляторов у нас есть отдельное видео на канале. А что касается подсистемы питания, то нужно запомнить всего три основных момента. Во-первых, мосфеты могут работать на температурах до 125 градусов. А чтобы исключить преждевременную деградацию конденсаторов, лучше не прогревать мосфеты до 110 и более. Во-вторых, система питания всегда делается с хотя бы небольшим запасом. Чтобы любители разгона могли поразгонять. И чтобы видеокарта просто прослужила как можно дольше. В-третьих, и самое главное, майнеры обычно снижают значение пауэр-лимита. Для того, чтобы видеокарта меньше грелась, а сами майнеры меньше платили за электричество. Таким образом, запас системы питания увеличивается. Датчики температуры на подсистеме питания – это тоже очень редкие гости. Но беспокоиться по этому поводу, опять же, не стоит. До тех пор, пока у системы питания есть хотя бы минимальный обдув. Как только видеокарта у вас станет больше 10, можно будет подумать о покупке тепловизора или пирометра. Исключительно для собственного спокойствия. Ну а пока просто майните в свое удовольствие и не переживайте по пустякам. Подписывайтесь на канал, фигачите в колокольчик, ставьте пальцы вверх этому видео, делитесь своим мнением в комментариях. И также скачивайте Криптекс по ссылочке в описании. Потому что тот, кто не майнит, тот не откладывает биткоины себе на пенсию.